Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 февраля и я сегодня буду делать еще один посев томатов, который собиралась делать 7 числа вчера, но не получилось. Вчера на почте много времени провела. Буду делать это все сегодня, вернее уже сделала. И сейчас я вам покажу и расскажу. Видео будет не таким длинным, как первый раз, потому что первый раз я рассказывала все-все подробности, как развожу привикур, как все делаю. Сейчас я просто расскажу о способе посева, потому что он другой. И дам внизу ссылку, кому нужны подробности посева, более подробные. Посмотрите первое видео. Почему я показываю еще и второе видео. Смотрите, сегодня я сеяла совсем другим способом. И я вам расскажу о нем. И скажу, что он удобен будет для тех, у кого нужно посеять несколько сортов сразу. Вот как я. Я в прошлом году более 40 сортов новых томатов сеяла. И когда сеешь на пробу, обычно не сеешь их по многу. Нужно же просто попробовать, просто испытать. Вот в этом году у меня тоже около 40 сортов в плане попробовать, испытать. И так как мне их много не надо, в первом посеве, помните, я вам показывала, я сеяла бороздками. Вот в бороздку выкладывала много, там по 12, по 15 семечек. Здесь я положила всего по 6 штучек семян. И так как я сею не бороздками, а вот помалу, то тут бороздками сеять неудобно. Так как я в первый раз показывала, я вот делаю бороздки, проливаю прям сильно-сильно раствором, втыкаю туда, заглубляю. Ну как я говорила, что я сею сухие семена методом заглубления в грунт и гребнями их заваливала, межрядьями. Здесь никаких гребней нет, межрядьев тоже нет. Здесь у меня они вот так вот в решетках. Решетки это магазины, сейчас покажу. Я покупала их в магазине, они специально для разделения, но они специально не для такого посева, а чтобы, например, сеять перцы или баклажаны без пикировки. Вот по одной или по две штучки. Их потом вот так берешь, вынимаешь и корешки не рвутся, все. Ну а я приспособила вот для посева, когда множество сортов. И вот хочу рассказать разницу в посевах между первым моим и вторым. Первый раз я рассказывала, что я землю прям вровень с лотком накладываю, делаю углубление бороздку. Помните, кто смотрел? Проливаю и спичкой туда вот так вот прям, я показывала, что заглубляю семечко, туда его заталкиваю. И сверху я землю уже не насыпала. Но вот это вот специально для тех, кто хочет разные способы попробовать. Вот это вот второй способ. Это наоборот поверхностный. Когда мы на поверхность земли семечки раскладываем, а сверху будем засыпать. Тут и грунт по-другому мы укладываем. Смотрите, я положила сразу грунт примерно полтора-два сантиметра ниже борта. Я перед тем, как семечки разложить, грунт и так был влажный такой, ну как обычно, средней влажности. Перед тем, как семена разложить, я грунт вот так вот смачиваю. Ну это все простые такие процедуры. Смачиваю все в лотке, потом раскладываю семена. Но семена раскладываем хоть по сколько. В прошлом году я 10 штук сюда раскладывала. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. В этом году раскладываю по шесть, потому что сортановые мне много не нужно. После того, как я семена разложила, я еще раз очень хорошо смачиваю вот раствором. В данном случае у меня привикур, потому что у меня земля необработанная и семена сухие. Но вы, если у вас земля обработана, протравленная, семена у вас тоже обработанные, и вы можете просто раствором любым, хоть воду, хоть раствор стимулятора, хоть розовый раствор марганцовки смачивать можно хоть чем. Я просто показываю принцип. Вот после того, как я смочила, смочила хорошо, опять же возвращаемся к тому, что если не будет хорошего смачивания, вот сегодня читала комментарий, то у вас покажутся всходы, и вот эти шапочки, семенные коробочки, они останутся на ростках. Нужно, чтобы оно в мокрой земле полежало, тогда она размочится. И сверху уже, в этом случае, я закрываю грунтом. Вот у меня грунт, я оставила специально. Закрываю грунтом примерно 1 см. Только из-за этого у меня вот здесь оставлено. Засыпаю сразу, ну вот я вам одну ячейку показываю, а я засыпаю сразу весь лоток. Ой, насекомые проснулись. Вот так вот закрываю. В этом случае я сверху еще раз смачиваю, чтобы верхний слой земли был тоже влажный, чтобы семечки были во мокром грунте. И вот когда уже эта влага впитается, еще раз присыпаю, но уже сухой грунт, который остается. Верхний слой я не смачиваю. Почему, опять объяснять не буду, потому что это все ясно, чтобы не разводить сырость, чтобы не появлялась плесень. Когда я весь вот так закрою, весь этот лоток, сверху накрываю целлофановой пленочкой. Ну и естественно, еще раз добавляю все, что я говорила. Бока все подписываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Восемнадцать ячеек. С той стороны первый и последний, у меня с этикеткой, первый и последний, чтобы знать, где начало, где конец. И все это я делаю запись в своей тетрадке. Вот в журнале садовода Огородника написано. Лоток седьмой. Восьмое февраля. Посев высокоросных крупноплодных томатов для теплицы. Ранний урожай. То есть, первые, когда я сеяла 25-26 января, это был супер ранний урожай, которых было мало сортов. Там их семь или восемь всего. Здесь у меня восемнадцать сортов. Они будут по два или по четыре каждый кустик на пробу. Ну как, я хочу из них выбрать, какие самые хорошие. Вот здесь у меня все сорта. Если хотите, можете прочитать. Загадка долины роз. Толстые щечки. Воловье сердце. Итальянские спагетти, король Лондона, сосулька красная, клубничное дерево, колокольчик, космонавт волков, черный принц, чухлома, сибирские лапти, перцевидный оранжевый, выставочный, просто перцевидный. Чайная роза, орлиный клюв и сахарный гигант. Написано. Я для себя пишу. Посеяла. Восемнадцать новых сортов. Для теплицы. По шесть семян. Выберу из них по четыре, не больше, наверное. Посев в индивидуальные ячейки. Магазинная решетка. Землю сбрызнула привикуром. Разложила семена. Еще раз сбрызнула. Присыпала грунтом. Сбрызнула. Присыпала сухой землей. Все. Это я пишу для себя, чтобы я знала потом. Потому что лотков у меня будет около ста. И я потом смотрю все-таки, какие лучше всходят, какие хуже. И когда семена не всходят, я смотрю в тетрадь. В чем же дело, как я их посеяла, что они не взошли. Об этой партии я хочу сказать, что тут, конечно, у меня преимущественно вот такие все, которые здоровые, которые с длительным сроком, которые высокие. Видите, я пишу, больше двух метров. Там некоторые даже отмечают, чтобы знать, что они очень высокорослые. Больше двух метров. И отмечаю, тепличный это сорт или универсальный. То есть для теплицы, для открытого грунта. И видите, что здесь открытый грунт указан изредка. Обычно все, только теплицы, только теплицы. Это я списывала то, что на пачках. Так что вот эти вот сорта, они только для теплицы. Теплицы, они все высокорослые, все с длительным периодом созревания. То есть они большинство крупные, ждать их долго. И поэтому я их сею в первую очередь. Ну, конечно, кроме тех, которые для суперраннего урожая. Но про те я уже сразу вам говорила, что те для суперраннего урожая, это как у них зона риска. Я их могу посеять, они могут получиться, могут не получиться. Я могу их потом заменить. А вот это, это те основные будут, которые я буду выращивать тоже долго. Хочется получить пораньше, в теплицу буду высаживать. Вот это второй посев томатов. То есть первые я высаживала для суперраннего урожая. Эти будут для раннего урожая. И теперь, начиная с февраля, я буду через неделю каждый раз сеять. И каждый раз для своего, ну как, для определенных целей. Когда-то пойдет потом для теплицы, которые не ранний урожай просто. Потом пойдет для открытого грунта, которые позднеспелые. Потом для открытого грунта средние, потом скороспелки. Все буду вам показывать и рассказывать. До свидания. Сегодня 8 февраля. Сегодня мы сеяли вот такие вот толстенькие, мясистенькие. Вот тоже прекрасный. До 800 грамм мясистый бифтомат, плотный, высокий. Так, 2 метра. Вот пока он вырастет 2 метра, пока он сформирует свой вот этот плод 800 килограмм. Пока он созреет, там и осень настанет. До свидания.